В 9-м А урок «Разделяй с нами» решили провести во время классного часа. Ни в одном школьном учебнике пока нет тем посвященных проблеме мусора, но рано или поздно они должны появиться, считает учитель географии Виктория Вокина. Население планеты растет, отходов становится больше. Главная задача сейчас – научить детей решать экологические проблемы. Они попробуют себя в роли государственных деятельностей, бизнесменов, ученых и общества. И каким образом каждый из них может оказать влияние на решение проблемы отходов. Увидят, почему вообще возникла такая проблема. То есть, что меняется состав отходов, который дает общество. Увидят, каким образом это можно решить. Урок интерактивный. Работа ведется в небольших группах. Школьники примерили на себя разные роли госслужащих, активистов, ученых, предпринимателей, чтобы понять, как совместными усилиями можно решить проблему с мусором. Это даже интересно. У нас сбора опасных отходов батареи к вам украсть. Да, вот это интересно. Расчетание товаров, сделанных из второсырья. Это типа переработка. Соня и ее группа – активисты. Они должны составить карту развития общества, как в период до 2050 года будет решаться проблема с отходами. Активисты должны предлагать интересные решения для других групп. И если их поддержат, то нужно воплощать эти идеи в жизнь. Как выяснил преподаватель, большинство школьников знают, как правильно сортировать мусор занятия. Это дополнительные знания. Это очень полезная информация, потому что так нам это прививает желание следить за нашей планетой, чтобы мы ее не загрязняли. И, возможно, в будущем создание новых проектов для сохранения чистоты нашей природы. Присоединиться к проекту «Разделяй с нами» могут любые школы. Участие в нем приняли уже более 700 тысяч школьников по всей стране. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».